Здравствуйте, друзья! Мы на канале с очередным нашим гостем. И гость у нас, ну, представляйтесь, редкое имя. Зовут меня Юлия, в общем, не настолько редкая для российских слушателей, в общем-то даже для местных. Я просто пошутил, я только что перед вами снимал еще одну Юлию. У нас сегодня серия Юлий. Серия такая, да, серийное имя. Прекрасно. Юля, значит, рассказывайте, откуда вы вообще приехали сюда, где вы жили? Жила в Москве, в общем-то, с самого детства, работала, и вот как-то так случайно, практически ветром меня занесло сюда. Год назад, путешествуя по замечательной стране Соединенных Штатов Америки. Первый раз были в Америке? Это уже был не первый раз, это был второй, но так как надо было закрепить. Решили вернуться, посмотреть национальные парки, ну и побыть немножечко в Сан-Франциско. Чудесный город, очень давно хотелось. Но подождите, вы работали в туристическом бизнесе в Москве? Да. Работая в туристическом бизнесе, вы, видимо, заинтересовались национальными парками. То есть, может быть, вы путевки туда продавали? Путевки продавала уже после того, как я побывала здесь. Окей. Даже до этого у меня было несколько иначе. Это была Южная Америка. Но в Штаты всегда хотелось, и природные красоты меня привлекали, мне кажется, с детства. Особенно такие парки, как Гранд Каньон, это была мечта, помимо того, что это еще и энергетический. А вы туда на вертолете спускались? Нет, эта мечта не осуществилась пока. Пока? Пока, да. На данный момент это было, сколько сейчас я уже была на раза? Четыре Гранд Каньоне. Уже? Уже на данный момент четыре раза. Но, к сожалению, пока спуститься туда не получилось. А то на буллах еще, знаете, они так как-то по по этому высокому побережку. Ну да, там можно и вниз спускаться, и по-моему даже кемпинг там возможен, то есть есть масса вариантов, но так как по времени всегда ограничены были. Это правда. Получалось, что вот только, так сказать, прогуляться по Риму, посмотреть на закат. Рим, это не то, что в Италии? Нет. Это такое название, граница Каньона, собственно, буквально-таки обрыв, можно сказать. Обрамление. Обрамление, да. Так, про национальные парки пару слов. Вы же все-таки много где были, в частности, в Латинской Америке, да? Да. Вот американские национальные парки. Я не знаю, а Йеллоустоун где там еще, да? Ну вот до Йеллоустоуна это отдельная песня, очень хочу туда доехать, пока нет. Из того, что здесь, Гранд Каньон, Арки, Зайон, Монумент Вэлли. Ну, Монумент Вэлли известный парк, который во всех фильмах про Дикий Запад. Такая картинка. Это Аризона или где? Это граница, это получается у нас, по-моему... Аризона-Колорадо. Да, Аризона-Колорадо, прямо на границе. Это действительно какое-то такое зрелище обалденное, что вот стоит из-за него ехать там через весь мир? Оно невероятное зрелище, потому что картинки, которые мы видим, и даже которые есть, они не отражают, ну, скажем так, представление есть, но когда дальше проезжаешь, там такое, о чем ты не подозревал, что даже есть такое там. Даже если картинку показать? Нет, все равно. Картинки, к сожалению, люблю фотографировать, но сколько бы не фотографировала, такой красоты, какую видишь в реальный момент... То есть, есть зрелище достойное того, чтобы поехать посмотреть? Да. По-хорошему, если ехать в Лас-Вегас, так можно недельку выделить, и из Лас-Вегаса прекрасно проехаться. Лас-Вегас, вообще, такое место, на которое стоит ехать, что-то, вот, скажем, для России, российскими глазами, глазами россиянина. Что там такого в Лас-Вегасе есть? Ну, в самом Лас-Вегасе, для меня лично, ну, особо ничего. Именно как отправная точка для национальных парков, и вообще поездить, посмотреть эти красоты, идеальный вариант. Просто идеальный. Ну, то есть, там и Грен Каньон не так далеко. Ну, относительно, если кому поближе есть и поближе, можно и на вертолете, ну, так можно, там, прекрасный маршрут простроить по нескольким паркам. Да. За неделю можно охватить, ну, так, пяток, наверное, парков, и прекрасно провести время. Но в Лас-Вегасе, что хорошо, цены на размещение. Там низкие цены. Там очень низкие цены, ну, и плюс, если кто захочет, так сказать, пополнить свой гардероб... Да, это прекрасный вариант. Да, все возможности там. Это невероятно. Они, на самом деле, деньги получают не с гостиницы, а с того, что люди играют в казино. Безусловно. Поэтому уже они стараются там все подешевле. Сейчас вот такого нет, но лет еще десять назад там питание было невероятного качества за какие-то такие смешные деньги, что просто это было невозможно. Не укладывалось в голове, как такая еда может так дешево стоить. Но это опять все упирается в то, чтобы ты пришел в это казино, где вот эта кухня, и ты уже там сыграл свое казино. Это факт. Лас-Вегас вообще город, который не спит. Вот вообще никогда. И там особая атмосфера. Кому-то Лас-Вегас нравится сразу, кому-то не нравится. И здесь вот не бывает такого, нет среднего отношения к этому городу. В Москве же тоже есть там казино всякие, да? Нет, закрыли. Теперь запрещено. Казино официально запрещены. Именно в городе, а за городом? И за городом тоже. То есть, насколько я помню, их вынесли вообще в Чилин и Сибирь. То есть, в Москве, в Подмосковье вот так, чтобы поиграть в казино или какие-то игровые автоматы. Нет, но, так сказать, в Подмосковье все равно что-то прицепляет. Там какая-то преступная деятельность вокруг была криминальная? Или почему их вынесли-то? Ну, вообще, я так полагаю, и налоги, и преступная криминальная деятельность. Но я так думаю, что они, конечно, я даже не знаю, когда они ушли в тень, мне кажется, их появилось еще больше, и деньги стали уходить уж точно не в казну государства. Но в России, вот на данный момент в Москве, в казино не поиграешь. А для любителей, так вот в Лас-Вегасе... Вот вы, как человек туристического бизнеса, такой вопрос. Значит, вот такие, как назвать даже, не знаю, сексуальные услуги. Вот, допустим, в Лас-Вегасе как бы официально разрешена проституция. То есть, она, видимо, как-то контролируется, но она официально разрешена. В Москве она, видимо, не разрешена, но процветает, как бы, да, говорят? Безусловно, с этим никуда. Так, а вот, допустим, в Латинской Америке. О! У меня был совершенно... Расскажите. Вы так сказали, о! Я понял, что есть у нас что рассказать. Да, я просто вспомнила, у меня был совершенно замечательный клиент, который как раз прям так и задал вопрос. Юля, а куда бы пойти, чтобы мне вот это, это и вот это? Да. У него тогда была поездка в Эквадор, и в Эквадоре, прямо в столице, в Кито, там есть, скажем так, ну, не то, чтобы значное место, то есть еще центр города, но там можно найти абсолютно все виды этих услуг. Понятно, в Бразилии, то же самое прекрасно, Колумбия, Венесуэла, пожалуйста, welcome. Вот, я бы сказала, например, в Перу и в Чили я вот как-то не заметила. Ну, там местные работают или наши там из бывшего СНГ подъезжают. И подъезжают. И это тоже есть. Ну, самое известное, если мы не говорим о Южной Америке, а говорим о Калибах, это Куба. Ну, да. На Кубу прямо из России паломничество. У нас была студентка одна, знакомая, московская студентка, маленькая девочка совсем, ну, так молодая. И ее звали Наташей, ну, ну, правда звали так. И она куда-то приехала, там, в молодежный лагерь студенческий, за границей. И ей говорят, как зовут? Она говорит, Наташа. Ну, это понятно. А зовут как? Это была Турция, скорее всего. Это была Болгария, да. Ну, Болгария, Турция, в общем, там это рядом. Действительно, есть такой феномен. В Турции, так это вообще Турция и Египет. Это вот Наташа... Это наша территория. Это, ну... Наши Наташки там все захватили. Ну, к сожалению, не самое лучшее, наверное, чем можно было прославиться, но это есть. Ну, тоже деньги, все в семью. В общем, да. Так, хорошо. Теперь, значит, работали вы в туристическом бизнесе. Значит, объездили, да, покатались? Ну, да, 36 стран. Ух ты... Слушайте, а вот такой вопрос. Вот я... Может, вы просто молоденько и по-другому относитесь, но не тяжело перелеты вот эти все? Ну, вот если бы я из Москвы полететь там в Колумбию... Ё-моё! Это же сколько лететь? Сутки, что ли? Ну, получается практически так. Ну, тяжело, но вот... На самом деле здесь очень грамотный подход, когда вырабатываешь систему, как относиться к перелетам. Потому что любой длительный перелет... Ну, туда прямого рейса из Москвы нет. Это только с пересадкой. Ну, идеально. Из Москвы долетел до Парижа, например. Чё там? Три с половиной часа. В Касабланку. Ну, так... Ну, можно... Нет, ну, хорошо. В Касабланку можно, кстати, напрямую. Там, правда, около семи часов. Вот. А так, если до Колумбии, так до Парижа погулял в Париже, купил из чего-нибудь. То есть это не то, что в аэропорту посидел? Ну, здесь как? Здесь посидел в аэропорту, если стыковка три часа. Да. Если у тебя есть шенген и у тебя стыковка, простите, больше, так можно и в Париж сходить. Угу. Собственно, по городу погуляться. Вот. И дальше перелет вылетел. Через полтора часа тебя покормили. Пока убрали. Всё, час, полтора прошло. Часа два посмотрел фильм. Чуть-чуть вздремнул. Да. За три часа до подлёта тебя опять кормят. Я вообще обычно отступаюсь, когда лечим. Ну, вот кто может спать, а кто нет. У меня есть знакомые, которые не спят. Вот, которые не спят. Поэтому зачастую напиваются, чтобы спать. Можно читать. Ну, вот, когда не спишь совсем, тяжеловато. Ну, хотя привыкаешь. Большой плюс, когда летишь из России туда. Да. Ты прилетаешь и прилетаешь день в день. Так как разница часовая. Сутки. Да. Большая, то ты как вылетел в 12 часов дня. И прилетел в 12. И прилетел в 12 часов дня. Прекрасно. Обратный перелёт тяжёлый. У нас, знаете что, вот мы когда отсюда летим, то я не чувствую никаких проблем, связанных с современными зонами. Я, естественно, образом как бы вливаюсь и всё. Обратно очень тяжело. А вот этот эффект тоже самое. То есть, когда я прилетала сюда. Ну, собственно, я имею в виду на американские континенты. Да. Идеально. Как будто я, вот, как новая копейка. Никаких временных зон, никакой усталости. Ничего. Обратно в Москву. Вот это начинает... То есть, интересно, значит, это фактически не то, в каком направлении летишь. Без разницы. А то, что когда ты домой возвращаешься тяжело. Да. Я понял. Это интересно. Я не думал на это. Я думал как раз это связано именно с направлением. Нет. Без разницы. Это как раз семейный возврат домой. Я уже не знаю. Может, организм так реагирует на то, что его возвращают к работе и к каким-то таким условиям. Хорошо. Юленька, давайте так. Значит, итак, вы себе жили в Москве, никого не трогали, по всему свету катались. Приехали в Америку, встретили супругу вашего в будущем. Да. При каких обстоятельствах это произошло? Моя подруга приятельствовала с его мамой. Она нас пригласила у себя погостить день К4. И в какой-то день она просто не смогла с нами провести и сказала, что вы не против, что мой старший сын вас покатает. Покатал. Докатались. Окей. Хорошо. Это вот его папа у нас тут практикантов берет. Он сам. Да. Вы видели его у нас на канале. Он рассказывал историю про... Виктор зовут папу, значит, который... Рассказал, как он в Лос-Анджелесе там зашел в магазин, и там женщина рубила мясо топором, потом поворачивается, вытирает кровь от передника и говорит, what do you want, мамочка? О май гад. Не слышал эту историю, нет? Нет. Виктор рассказывал у нас видео про это. Надо посмотреть. Да, да, он очень юморной. Кто у вас веселее-то, папа или ваш муж? Мне кажется, папа все-таки вот... Веселый. Он задает, да. Он задает тон. Тут ничего не скажешь. Папа у нас замечательный. Они тоже московские, да? Или откуда? Да, Москва. Хорошо. Значит, он по-русски хорошо говорит, ваш муж-то? Прекрасно. Что меня очень радует. Хотя мы говорим на какой-то странной смеси английского, русского. Он уже здесь лет 25 сколько? Нет, 21-22 будет. Хорошо. А вы это... Ну, я знаю, что это у вас первый брак. Да, но... А все-таки странно такая, можно сказать, очень привлекательная девушка. Не то, что там, знаешь, не заметишь такую. Может быть, вы... Я здесь переборчивая какая-то была? Нет, не переборчивая. Просто не встречала того человека, с кем бы мне было хорошо. Вот, действительно, хорошо и комфортно. Но все-таки, когда живешь, можно сказать, дома живешь, да? Там же много мальчиков. Мальчики московские, простите, зажрались за такой плохой французский, но количество умных, красивых девушек в Москве на, так сказать, процент мужского населения, в общем-то, всегда было несколько больше. И вот, скажем так, московские мальчики, как раз, наверное, слишком переборчивые и... Им белорусских подавали? И, ну, подавай кого-нибудь, ну, вот, можно побольше, может быть, одновременно две-три подруги, ну, уж сколько там. Ну, если деньги есть. Если есть деньги, конечно, безусловно. А так, нет, в Москве, ну, это должно как-то совпасть, очень повезти. А массово, допустим, чтобы девочки там выходили замуж, там, ну, пока в Истуте учатся, 20-21, вот это массово, или сейчас это уже куда-то ушло в прошлое? Ну, так как мне, к сожалению, не 21. Ну, может, было же когда-то 20-21? Ну, я не могу сказать, что прямо очень массово те, которые вышли замуж, например, после школы, начала института, разводы. Вот, я не знаю ни одну вот из своих, скажем так, знакомых, кто был бы замужем, вот, условно, с молодых лет, и вот до сегодняшнего момента сохранился брак. Как правило, после 23-24, это развод, и хорошо, если, как бы, второй брак. Иногда второго брака не случается, ну, по крайней мере, вот, примеры есть. Обжегшись на одном мужике, дуешь на всех. Дуешь на всех, ну, и предпочитают уже свободу, так сказать, нет ответственности, пожить для себя, вот. Как-то. Лет до сорока. А там уже можно. А там уже можно в Америку замуж. Понятно. Вот. Атау Mushroom. Угу. Кака богатая нов�� kingdom или бежимка?